Следующий философ, оказывающий огромное влияние на наших современников сегодня, Эммануил Кант. И влияние Канта в философии многие сравнивают с влиянием Коперника в астрономии. Наследие – это категорический императив. Категорический императив звучит так. То, как можно, определяется тем, как должно. То есть у нас есть понятие, как нужно поступить в данной ситуации. И это не значит, что мы всегда поступаем так, как нужно. Но уже сам вопрос, который мы задаем, как можно поступить в такой ситуации, как можно в такой, он свидетельствует о том, что есть у нас представление о том, что есть некое долженствование. То, как должен поступить. Кант разбивает основной вопрос философии на три части. Это возможность шрифтования математики. То есть могут ли абсолютно абстрактные, умозрительные идеи описывать реальный мир? Уже сам по себе интересный вопрос. И Канг говорит, что это часть основного вопроса философии. Вторая часть основного вопроса философии по Канту – это возможность существования физики. Можем ли мы своим опытом, своими чувствами познавать реальный мир? И третья часть – это возможность существования метафизики. Ну, метафизика – интересный термин. Под метафизикой подразумевается то, что не входит в физический мир. Сам термин буквально обозначает идущий после физики. Дело в том, что до нас дошли труды Аристотеля не в полном их виде. И вы знаете, что у древних манускриптов чаще всего уничтожается начальная часть. То, что склевает в первую очередь. И до нас дошли труды Аристотеля, несколько томов, из которых вот том, дошедший с известным названием, называется «Физика», который описывает реальный мир. Следующий том, который описывает духовный мир, как он назывался, неизвестно. Название не дошло до нас. И его стали называть «Метафизика», то есть идущий после физики. После чего вообще все, что относится к духовному, стали называть метафизическим. То есть, и вот возможность существования метафизики, возможность знания, познания чего-то, что лежит за пределами физического мира, является третьей частью основного вопроса философии. И вот как раз метафизику Камт разделяет еще на три вопроса. Значит, понятие мира во всей его безусловной полноте. То есть, то, что что-то есть в этой комнате, мы прекрасно с вами понимаем, это из области физики. Но мы же не видели всю Вселенную во всей ее полноте. Тем не менее, мы о ней имеем представление. Это представление метафизично. Второе – это понятие свободы. Возможно, свобода или нет. Мое волевое решение – это действительно я так решил, и я мог бы сделать иначе. Или это часть некого потока времени, предопределения Бога или законов материи, чего уж угодно. И третья часть метафизики – это понятие Бога. И вот Камт, пытаясь защитить… На самом деле, мы должны помнить, что Камт – вообще удивительная личность. И личность в истории очень трагична. Сегодня почти любого человека спросить, был Камт верующим человеком или нет, он вам скажет, что Камт был неверующим. Потому что все агностики свои идеи строят на идеях Камта. Камт прожил всю свою жизнь в одном маленьком городке в Восточной Пруссии. В этом же городке умер, в этом же городке похоронен. Но его родственникам, чтобы попасть на его могилу, нужна российская виза. Потому что городок называется… Кенинсберг. Кенинсберг, да, совершенно верно. Вот. И в Кенинсберге можно посетить могилу Камта. И Камт, на самом деле, систематически пытался защитить веру в Бога от нападок рационалистов. От людей, которые пытаются методами логики, методами разумного рассуждения доказать несуществование Бога. Вот. И что Камт делает? Он, значит, пытается доказать, что чистому разуму, то есть разуму, который вообще никак не связан с нашим внешним опытом, невозможно, в принципе, никакое позитивное знание ни о мире, ни о свободе, ни о Боге. То есть чистым разумом, если мы не основываемся ни на каком опыте, априорно мы не можем ни о чем об этом вообще знать. Из чего потом атеисты сделают, ага, раз Камт доказал, что о Боге мы ничего не можем знать, то какая разница есть он или нет, а раз разницы нет, то тогда и Бога нет. По Канту наш разум познает конечную реальность вне нашего разума при помощи чувственного знания. У нас есть чистый разум, у нас есть практический разум. Чистый разум, который существует только у нас, он разделен огромной пропастью наших органов чувств с реальностью. Мы познаем не саму реальность, мы познаем не сами предметы, ноумены, как он их называл, но мы познаем лишь их образы, феномены. Сюда произошло слово феномен, то есть изначально как раз всеми феноменами мы называем что-то происходящее в природе, и как раз Камт называет феноменом то, что нам кажется происходит в природе. То есть мы воспринимаем лишь это феномен, лишь только то, что нам дает наши органы чувств, а что там на самом деле, то есть мы познаем вещь в себе, но вещь для себя мы познать не можем. Это очень глубокое рассуждение, по большому счету очень мало имеющее отношение к реальности, вот, потому что в последствии все это нашло выражение под названием пропасти Эйнштейна, разница между физическим миром и абстрактным миром в математике, и в конечном итоге идея была отброшена, но сама идея, что мы про Бога это назвать ничего не можем, она осталась, вот. Но Камт утверждает, что используя исключительно мышление, доказать существование Бога невозможно. Обратите внимание еще раз, Камт не отрицает существование Бога. Он, наоборот, защищает существование Бога от нападок разума, вот. Он говорит, что при помощи разума мы не можем ни доказать, ни опровергнуть существование Бога, и проблема не в Боге, проблема в нашем сознании, которая замкнута само в себе. Видите, здесь опять начинают проникать нотки Платона, да, логос, который самодостаточен, вот наше сознание является уже пока таким маленьким логосом в нас, который сам себя познает, а с внешностью очень мало связан и понимает лишь только образы позитивного чувствования знания. Все время Платон показал такую аналогию с пещерой, что мы заключены в пещере, и мы все скованы лицом к стене и спиной к входу пещеры, и то, что мы воспринимаем нашими органами чувств, это лишь тени на стене пещеры. А что там за пределами пещеры, сами мы знать не можем, потому что нам туда доступ закрыт, и мы туда повернуться даже не можем. Вот именно вот эта платоновская идея, конечно, на итоге находит выражение у Канта, что мы познаем лишь только образы реальности, а не саму реальность. Но, говорит Кант, то, чего не может доказать чистый разум, может подтверждать практический разум. Ну, я не знаю, у кого у нас есть отдельно чистый разум, отдельно практический разум, но вот Кант, дойдя до вот этого разделения, опять же, в фундаменте которого, если вы помните, глистицизм находится, да, разделение материального и духовного на две, Бог не создал двух миров отдельно, духовный мир отдельно материальный мир. Бог создал один мир с едиными законами, которым все это взаимно переплетено. Вот. И Кант говорит, для того, чтобы мир имел смысл, мы, то есть мы не можем знать, существует ли Бог, существует ли свобода воли, существует ли бессмертие души. Но если всего этого не существует, то мир не имеет смысла. А поскольку мир есть, и мы в нем живем, то для того, чтобы мир имел смысл, мы должны жить так, как будто бы существует свобода воли, бессмертие души и Бог. Вот такая, значит, вот такая философия Канта. Бога, мы не знаем, есть Бог или нет, но должны жить так, как будто бы он есть. И по Канту моральный долг подтверждает существование Бога. Должествование определяет возможность, а возможность предоположения, вот таким образом уже, то, что сама возможность существует, это предполагает существование Бога. Мы сейчас на этом не будем останавливаться. Когда мы дойдем, то есть мы, видите, Кант переходит из области философии в область морали. И когда мы с вами дойдем до моральной, до этической апологетики, мы очень подробно остановимся на вот этом вот самом утверждении Канта. Как на основании существования долга Кант пытается показать существование Бога. То самое шестое доказательство, которое упоминается в третьей главе Мастера и Маргариты, глава под названием «Седьмое доказательство». Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»